В Усть-Каменогорске прошел семинар, посвященный юридической помощи Кандасам. Государство предоставляет поддержку соотечественникам, переселившимся в Казахстан. Решаются вопросы обеспечения жильем и трудоустройства, а также предусмотрена финансовая помощь для каждого члена семьи. Подробнее расскажет наш корреспондент. С начала года более 7 тысяч Кандасов вернулись в Казахстан. Увеличение числа переселенцев связано с мерами государственной поддержки. Правительство оказывает помощь соотечественникам по нескольким направлениям. Рассматриваются такие меры, как обеспечение жильем, трудоустройство и помощь в открытии бизнеса. На совещании, организованном фондом от Андастар и Управлением координации занятости и социальных проблем ВКО были обсуждены важные вопросы оказания правовой помощи соотечественникам. Сюда приехали представители всех управлений области. Решаются вопросы миграции, получение квот, гражданство, земельные вопросы, предпринимательство, здравоохранение и образование. Специалисты ответят на ряд вопросов, таких как возможность привоза транспортных средств. В Восточно-Казахстанской области в 2024 году предусмотрена квота для 269 соотечественников. На данный момент более 230 человек уже получили квоту. Есть также ряд людей, которые получили статус, но не получили квоту, а также те, кто имеет временный вид на жительство. Можно сказать, что более тысячи человек уже приехали на родину. Кандасы, переехавшие в УКО, задали вопросы представителям ответственных органов касательно миграционных процессов и получения гражданства. С целью адаптации соотечественников на протяжении многих лет реализуются различные социальные проекты. В соглашении указано, что если документы предоставлены в течение 45 дней, то все условия будут выполнены. В нем четко прописаны наши и ваши обязательства. Купленное жилье жители обязаны не продавать в течение пяти лет. Они также должны закрепиться и оставаться в этом районе, где приобрели жилье. Все эти условия прописаны в договоре. За годы независимости на родину вернулось около 1 миллиона 150 тысяч соотечественников. В последнее время количество кандасов, переезжающих в Казахстан, значительно увеличилось. В этом году особенно много соотечественников приехало из Китая. Я гражданин Казахстана, переехав сюда в 2010 году. В общем, мы приехали на встречу, так как здесь обсуждаются правовые вопросы. Мой брат переехал в этом году в феврале, но на данный момент не может получить гражданство Казахстана. Дело в том, что у него был китайский паспорт, но срок его действия истек. В целом, как нам объяснили, чтобы стать гражданином Казахстана, нужно сначала отказаться от китайского гражданства. Только после этого можно получить гражданство Казахстана. На встрече также присутствовали кандасы из Глубоковского и Уланского районов. Соотечественники, проживающие в отдаленных селах, смогли задать свои вопросы через социальные сети. Каждый получил подробный ответ на вопрос.